Музыка Героиня сегодняшнего видео Японская дзюдоистка Рёко Тани Ростом всего 146 см Но это не помешало ей стать лучшей женщиной-дзюдоистом всех времен Ворвавшись на международную арену в возрасте 15 лет После победы на Кубке Фукуока над четырехкратной чемпионкой мира Карен Брикс Японская звезда продолжала доминировать в сверхлегкой весовой категории в течение двух десятилетий Тани первая женщина-дзюдоистка в истории, которая участвовала в пяти Олимпийских играх И единственная, кто каждый раз уходила с медалью Она провела замечательные 12 лет без поражений на международном уровне Выиграв все крупные соревнования, в которых участвовала с конца 1996 по 2008 год Впервые выйдя на татаме в возрасте 7 лет Тани выиграла свой первый титул чемпиона под дзюдо всего через год Победив по пути даже нескольких мальчиков Как говорит Тани, это был первый раз, когда я действительно много работала на чем-то И это материализовалось Именно тогда я поняла, что у меня настоящая страсть к дзюдо И что я действительно хочу победить В ранние годы она вдохновлялась четырехкратной чемпионкой мира из Великобритании Карен Брикс А уже в 15-летнем возрасте Тани впервые соревновалась со своим образцом для подражания На Кубке Фукуоко в 1990 году В первых международных соревнованиях под дзюдо среди женщин Которые проводились в Японии Тани обыграла своего кумира, что стала ее первой крупной победой Хотя год спустя Брикс отомстила в полуфинале чемпионата мира И Рёко пришлось довольствоваться бронзой Когда женское дзюдо впервые появилось на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году Через 28 лет после мужских соревнований Тани взволновала толпу на пути к выходу в финал В возрасте всего 16 лет Уступив только французской чемпионке мира Сесиль Новак Она продолжила свое восхождение к вершине Выиграв два чемпионата мира 1993 И 1995 годов И к Олимпийским играм 1996 года в Атланте Была главным фаворитом Тани поехала в Атланту как самая стойкая фаворитка Выиграв 84 соревнования подряд Но в результате не оправдала ожиданий И вынуждена была еще раз довольствоваться серебром На этот раз уступив в финале молодой севернокорейской дзюдоистки Кис Сун Хуэй Которая участвовала в своем первом международном турнире Японскую звезду встревожило это неожиданное поражение Положившее конец серии из 84 побед Я задавала себе вопросы снова и снова Смогу ли я снова выдержать все тяжелые тренировки Могу ли я выиграть золото в Сиднее Тогда я начала думать, что уйти на пенсию легко Но я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь Девиз японки, который характеризовал ее целеустремленность Минимум золота, максимум золота И неудивительно, что в третий раз ей повезло Когда в финале Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Она победила ипоном Любовь Брулетову из России Всего за 36 секунд И наконец завоевала свою первую олимпийскую золотую медаль Теперь, когда она достигла больших высот В последующие годы Таня смела всех своих соперниц На всех крупных чемпионатах Проводимых раз в два года на протяжении более 10 лет На играх 2004 года в Афинах Несмотря на боль из-за травмы лодыжки Таня не собиралась отказываться от своего титула Я была полна решимости выиграть Как бы это не было больно Говорила она Выступая в Афинах в 2004 году Она достигла своего четвертого олимпийского финала подряд Победив французскую дзюдоистку Фредерику Жусине С помощью Ваза Ари Став первой женщиной-дзюдоистом Сохранившей свой титул Стабильный успех Тани Принес ей множество преданных поклонников Японии И позволил стать ей главным героем популярного японского комикса А ее выступления на крупных соревнованиях Вызывали огромный интерес средств массовой информации В 2005 году она родила своего первенца А через три года вернулась на олимпийский этап 2008 года в Пекине Где выиграла бронзу после поражения румынке Алине Думитру в полуфинале Субтитры создавал DimaTorzok Не удовлетворившись с воеванием пяти медалей на стольких играх Рёко Тани сказала, что вернется в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Однако в 2010 году после рождения второго ребенка Она объявила о завершении карьеры И ушла в политику, получив место в парламенте Японии Крошечная японка Рёко Тани Это яркий пример того, что чтобы стать чемпионом Не обязательно быть высоким, сильным или иметь импозантную внешность А достаточно лишь целеустремленности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok